МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они узнали цену жизни, когда еще пожить-то толком не успели. Евгений Кумов только окончил школу. Молодой парень, вдохновившись фильмами про крутых ребят, захотел проявить себя. Поступил в Курский филиал Орловского юридического института МВД России. Отучился два года и был отобран в СОБР. Коллектив, как бы все были ребята хорошие, молодые, спортсмены. Нас, ну, как бы спорт, наверное, ну, как сказать, вместе объединял, да. Ну, и занимали, приходили на работу, там были определенное время, там физподготовка, другая там, еще какая-то подготовка. Я уже смутно помню это все, но... А сколько было? Мне было 20. Только все начиналось? Да, ну и в 21 закончил. Закончилось, потому что после первой же командировки жизнь Евгения Кумова круто изменилась. Каждые три месяца бойцы отряда быстрого реагирования проводили спецоперации в горячих точках. Шел 2000 год. Теракты диверсии в Чечне в то время происходили часто. Но наших ребят война не пугала. Можно сказать, даже и хотелось ехать. Не то, что хотелось, но все приезжают, все как-то целые, невредимые. Все участвуют и как-то оставаться одним из тех, кто там не хочет ехать или как-то не поедет. Такого даже никто об этом и не думал. Самое кровопролитное сражение во Вторую Чеченскую войну бои за село Комсомольское в марте 2000-го. Евгений и четверо его коллег отправились именно туда. 6 марта федеральные войска получили задание прочесать Комсомольское и найти боевиков. В сводный отряд вошли около 40 военнослужащих, в том числе и 5 ракурян. Они просто заходили и проверяли каждый дом. А навстречу им по дороге бежали местные. Они покидали село. Спасались. Они вот выходили из села, пришли, шли, вели с собой коров, баранов, баранов выгнали. Выйти из села, они-то понимали, что там будет война. От смерти шли, чтобы выжить, наверное, шли. Сочувствовать смирному населению было некогда. Есть задание, которое нужно выполнить. Они осмотрели больше десятка домов. Пусто. Впереди было большое по сравнению с остальными зданиями. Как только наши подошли к нему, началась перестрелка. Я не был впереди, кто шел. Как по рассказам говорили, что сотрудники СОБРа, то ли Белгородского или Воронежского, я точнее по Воронежскому, по-моему, он зашел в дом и увидел, пулемет стоит. Он посмотрел, а пулемет заряженный. Ну, как бы подумал, что до этого была зачистка, пятого, ну, шестого это был второй день зачистки, пятого начиналось, может быть, кто-то там забыл пулемет. А когда он посмотрел, что он заряжен, и зашел дальше туда, там уже увидел у этих террористов, которые там молились, или что они там делали, не знаю. Между ними завязался бой. Завязался неравный бой. Против 40 бойцов федеральных войск сражались несколько сотен террористов. Велся перекрестный огонь, стреляли отовсюду. Курские СОБРовцы оказались в самом уязвимом месте. Дом был, с него стреляли, получается, террористы вели стрельбу с дома, сюда, отсюда наши нас прикрывали, отсюда террористы тоже стреляли, и отсюда наши тоже стреляли. Получается, мы находились в самом пекле. Мы там отползать начали, начали там все взрывать, стрельба. Потом, да, потом какой-то хлопок, я помню, и я ногу поднимаю, у меня ботинок висит тут. Ну, как бы сначала, сначала думал, что все, довоевались. Ну, потом. Потом собрались силами и дальше начали продолжать бой. Забегая вперед, скажу, в том бою Евгений получил тяжелейшие ранения, причем сразу на обеих ногах. Но оказалось, физическая боль не самая страшная. Когда вот бой был, впереди меня, как мы шли, колонны, впереди меня шел Володя Тимошков. Как бы я его знал больше, чем остальных, поскольку мы с ним вместе и в институте учились. Он постарше меня на год учился, я помоложе. Вот. И тоже, когда вот бой завязался, мы там вели бой, что-то. И, да, я услышал, что он уже как бы говорил, что он ранен. А потом он замолчал. Сражение началось в 10 утра, а закончилось в 5 вечером. Практически все это время Кумов пролежал на поле боя, истекая кровью. Выжившие ребята постоянно вызывали подкрепление, но, как выяснилось потом, наши БТР, спешившие на подмогу, террористы подбили и сожгли. Из пятерых курян, входивших в сводный отряд, живых остались только двое. Мы лежали, нужно было как-то уходить с этого, с поля боя. Я спросил, кто есть живой рядом. Ну, ответил мне Олег Ладыгин. Я говорю, Олег, что делать? Он как командир у нас, он говорит, нужно отползать. Говорит, а то мы тут как бы очень нехорошо расположились. И я понял, ну, нужно было ползти за вот эту зараму от машины. Я туда заполз, он там, снайпер пару раз пострелял, но уже я заполз за эту зараму. Он там чуть-чуть пострелял, может быть, хотел там в одну точку стрелял, чтобы как-то пробить. Вот. Ну, не знаю, почему, может быть, уже это как бы агония, или как называется. Вот Олег, он встал и пошел. Я прополз туда, а он встал во весь рост и пошел. И пулемет начал стрелять со второго этажа. И он вот так проходил об мои ноги, получается. Он вот так прошел и упал рядом со мной. Олег Ладыгин, Владимир Тимошков, Александр Алябьев из той командировки не вернулись. Свой долг они отдали сполна. Евгений Кумов и Игорь Гижа, тяжелораненые, еще долго лечились дома. Кумов заново учился ходить. Всего один день войны изменил всю их жизнь. А сколько их было этих дней у других наших ребят? Я думаю, что находясь там, многое, что мы увидели и узнали, как бы в жизни, вот в настоящее время нам очень пригодилось. Потому что эти командировки, они дисциплинируют человека, они делают человека более ответственным уже в жизни. Сложно найти более ответственного человека, чем Николай Богуслов. Он медик, а в этой профессии нет места халатности. Николай Николаевич отслужил в армии, какое-то время трудился на заводе, потом получил образование фельдшером, работал в больнице. В 2000-м пришел в ОМОН и задержался там на целых 16 лет. Жизнь сложилась, я оказался в отряде. Многие вещи для меня, конечно, были новые. Я, конечно, занимался так же, как и мои коллеги, и огневой подготовкой, и физической подготовкой, и тактической подготовкой. В связи с тем, что я выезжал на все спецмероприятия. Вместе с бойцами ОМОНа Николай Николаевич около 10 раз отправлялся в командировки в горячие точки. Он ездил как врач, спасал ребят не только от физической боли, старался унять и душевные страдания. Не каждый может себя сдержать, увидев своего коллегу мертвым, или когда он умирает на глазах. Поэтому, как медработник, я бы хотел сказать, я в тот момент не только себя в данной ситуации владел из душевного состояния, но и других людей, которые находились рядом со мной. Часто первую помощь приходилось оказывать в полевых условиях или даже в дороге. Порой в схватке со смертью счет шел на минуты. Богуслов, как медик, боролся за жизнь и здоровье своих ребят. И побеждал. Николай Николаевич не любит вспоминать командировки. Все они связаны с болью. Проходя по мемориалу, с горечью и в то же время с гордостью в голосе, говорит, я знал каждого. Я их все ребятами называю. Ну, это в хорошем смысле слова. Должны быть всегда молодыми. Ну, в какой-то степени мужики есть мужики. За 16 лет службы он нашел настоящих друзей. Научился всем сердцем любить жизнь и не оставлять ничего на потом. Сегодня Николай Богуслов воспитывает двоих детей. Младшему год и пять месяцев. Пережив страшное, отец не будет препятствовать, если ребята выберут профессию военного. Только научат главному. А главное в жизни – это не врать. Жить по совести. Вот это главное в жизни. Я думаю. И вновь вернемся в прошлое. 1979 год. Афганистан. Запланированная как краткосрочная война в этой азиатской стране продлилась целых 10 лет. По официальным данным, в конфликте советская армия потеряла почти 14,5 тысяч человек. Еще 53 тысячи получили ранения. Среди тех, кто помогал правительству Афганистана сдерживать натиск радикальных исламистов, были и куряне. 3258 ребят. Первое яркое впечатление, когда мы остановились в Кандагаре, там был только закончился бой. И по аэродрому сновали бронетранспортеры, бегали солдаты. В общем, какая-то суета была. А мы вышли из самолета, стали растеряны. Ну, у нас же ни оружия, ничего нету. Ну, а нам там пробегающие солдаты. Да тут только что было нападение, отбились. Ну, немножко мы так, как-то так, оторопели. Олег Домрачев в ту пору был еще молодым мальчишкой. Он отслужил в армии и сам написал рапорт «Хочу Афганистан». Тогда ребята ехали не воевать, выполнять интернациональный долг. Потом только осознали, в какое пекло попали. Вечером мне необходимо было прибыть в штаб батальона для уточнения документов. Вдруг возвращается группа разведчиков с нашего батальона на технике. Ну, они привезли два трупа, двух погибших солдат. Они были завернуты в плаш-палатки, но они лежали около штаба. Олег Германович служил в разведывательном батальоне. В его задачи входили поиск и уничтожение средств связи противника. Владых бойцов редко привлекали на серьезные операции, но в биографии Домрачева были и такие. Есть такой населенный пункт Марджо в Афганистане. Там проводилась крупная армейская операция. Там была крупная группировка душманов. Там одних пленных, по-моему, взяли человек 400-500. И мы засекли станцию, которая работала напрямую с Пакистаном, с Сараном. Они с центрами подготовки душманов контактировали. У нас это ближе даже больше к Пакистану было. Мы их засекли, их работу. Четко определили координаты. По нашим координатам открылся, там проводилась артподготовка, потом авиационный налет был. Вертолетчики поработали. Потом уже пошла пехота, разведчики и мы пошли. Пока добирались до этой точки, захватили три джипа, таких Тойоты. На джипах были установлены пулеметы крупнокалиберные. В общем, получилось так, что мы их всех уничтожили, кто там был. И там в двух джипах были итальянские мины, пластиковые. А в третьем он был полностью наполнен агитационной литературой. На русском языке, газетки, журналы. Именно такого содержания, что примитивно так, чтобы было понятно, основная идея. Зеленое знамя ислама будет реять везде. В общем-то, Средняя Азия, Казахстан, Северный Кавказ, вплоть до Поволжен. Олег Германович признается, его поразила не столько война, сколько само государство. Нищая, грязная. Советская армия не просто защищала правительственные интересы Афганистана. Наши мужчины помогали населению выжить. В буквальном смысле. Мы попали по их летоисчислению в 14 век. В 1360 год, как сейчас вспомню. Вот мы приехали, у них был 1360 год. По их летоисчислению. Естественно, такое впечатление, что мы как в феодальный строй попали. Женщины паранжа, чедра, то есть открытого лица не увидишь. Босые дети даже в зимний период. А там зимой, ну как бы минус два ночи, минус пять. Они босиком. В одеяло кутаются. Мы выезжали, вот мы в Розенбатовце, мы сопровождали, допустим, колонну с мукой. Мы сопровождаем ее с сахаром. Приезжаем в какой-то отдаленный кишлак. Людям это раздавалось. Рис, макароны, какие-то консервы, мука, сахар в основном, растительное масло. Вот это все возилось, все. Они были рады до безумия. Говорят, ребята, когда выходили оттуда, мои сослуживцы, афганцы плакали. Советский Союз подарил Афганистану инфраструктуру. Заводы, новые школы, больницы, дороги. Не без обиды, Олег Домрачев говорит, в начале 21 века в результате военной операции НАТО все это было разрушено. И для многих местных жителей единственным способом заработка стали наркотики. И потом я уже узнал в конце, наверное, 20 века или 21 начала, что в Афганистане, и сейчас можно эту информацию уже спокойно найти, на тот момент, будем говорить так, по примитивности, было произведено наркотиков для того, чтобы 100 лет снабжать Западную Европу. Вы представляете масштаб. Он вернулся на родину спустя год и 7 месяцев. Окончил, как и хотел, педагогический институт, но не забыл Афганистан. В 88-м он даже написал рапорт о том, чтобы вновь отправиться в эту страну. Но Союз уже готовился к выводу войск, и Домрачев остался дома. Минуло почти 30 лет, но каждый из солдат и офицеров, прошедших ту войну, уверен, все было не зря. Есть здесь один плюс, и он несомненен. Но это мое личное мнение, я его не боюсь озвучивать. Я считаю, что именно мы стали заслоном, щитом, именно наша 40-я армия, именно советские боистицы на пути радикального, фундаментального исламизма. По данным Министерства обороны, после Второй мировой войны полтора миллиона советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами Родины. Страшно подумать, но о многих горячих точках мы не знаем до сих пор. А ведь там служили и погибали наши ребята. Игорь Скачков остался в живых, хотя увечья, физические и душевные, которые нанесли ему всего 6 месяцев невидимой войны в Африке, поначалу были страшнее смерти. С 4-го класса он мечтал поступить в мореходку, желание свое исполнил. В 1982-м стал курсантом Одесского училища имени Маринеско. Когда я уже был образованным специалистом, аттестованным, но еще не офицером, я был отобран в состав турбохода Леонид Собинов, Черноморского пароходства, как тогда говорили, для исполнения интернационального долга. На самом деле молодые ребята ехали, а вернее плыли, на настоящую войну. Но тогда, в 80-х, все было засекречено. О конфликтах в Африке никто не знал. Родные Игоря Альбертовича понятия не имели, где находится их сын. Те, кто возвращался на родину, молчали. Их не признавали героями. Погибших даже хоронили тайно. За выдающиеся боевые заслуги ты мог заработать только, но это, как правило, наверное, уже погибшему, заработать орден дружбы народов. То есть гражданский орден, как вы понимаете. Не только наград, документов мы своих не видели, документов у нас не было, все было у нас отобрано, формы у нас не было. Ходили мы в гражданской форме одежды. Затем они поплыли на Кубу. Их миссия заключалась в доставке живой силы в места конфликтов. Другими словами, они возили солдат воевать. Переправляли и охраняли. Мы в Гаване взяли на борт в районе тысячи больше, я не могу говорить цифры точные, потому что я таких данных не имел. Но больше тысячи, тысяча, двести, тысяча триста военнослужащих кубинцев, которых мы после этого доставляли в разные другие страны, где прошли войны. То есть в Анголу, в Эфиопию, в Йемен. Кубинцы, конечно, уникальные люди, очень воинствующие воины, очень мужественные, очень смелые, подобные русскому солдату. Корабль прибыл в Анголу. И здесь Игорь Скачков впервые осознал, что такое война. Он, 20-летний парень, слышал дыхание смерти совсем близко. Вместе с другими членами экипажа стояли на рейде, ждали перегрузки солдат. Одних привезли, других забирали. Мы были зафиксированы как цель, видимо, подводной лодкой. Удар по борту пошел. Такой высокочастотный писк и удар, как кувалдой по металлу. И он четкий, то есть он слышен даже через свист турбины. У меня тогда первый раз всплыл вопрос, за что. Потому что я четко понимал, что сейчас к нам придет торпеда. Знаете, что удивительно? И чем оржусь, что ни один боец не покинул своего места. Им повезло. Видимо, подводники, которые охраняли наш корабль, отразили атаку. К сожалению, это был не единственный случай провокации со стороны неприятелей. Произойти могло что угодно, где угодно и когда угодно. Там дело в том, что война, она шла, она непозиционная. Там просто утюжили, бомбили авиация ЮАР и дальноствольные орудия. Просто уничтожали такое понятие горячее Красное море. Почему? Потому что оно было все заминировано. И даже больше вам скажу, когда мы прошли Суэц, вошли в Красное море, мы прошли и не подорвались. Я не знаю, по какой. Это божье провидение, видимо. То есть мы в одном фарватере шли. Наше судно прошло, а за нами норвежское судно было подорвано. Подорвалось нами не было. Ангола, Египет, Эфиопия, Йемен. За полгода Игорь Скачков с товарищами увидели войну и мир во всех красках. В 80-х в Эфиопии был страшный голод, в результате которого, по официальным данным, в северной части страны погибло больше 400 тысяч человек. Советские солдаты отдавали все продукты, которые были на борту местному населению. Мать с многочисленными своими детьми. Один ребенок у нее самый маленький, на руках она его держит. Чуть постарше, такими пеленками, какими-то тканями завязан на спине. И остальные вокруг нее человек 8, наверное. Вот. И все не просто худые, а высохшие детишки. И животики надуты, и отблоданы. И этой матери не просто там кормить их нечем было, а воды пресные не было даже. То есть поить нечем было даже. Вы бы видели глаза этой женщины, когда мы продукты просто отдавали. Некоторые африканские воины до сих пор так официально и не признаны. Несмотря на то, что у Игоря Альбертовича нет наград и даже документов, подтверждающих его участие в военных конфликтах, он герой. В своей жизни он помог спастись не одной тысячи человек, при этом потеряв собственное здоровье и мечту быть морским офицером. Сегодня о службе напоминают лишь несколько фотографий и письмо домой, которое Игорь так и не отправил. Мне сначала подписали рапорт на отпуск со 2 по 12 мая. На 13 апреля начальник училища приказал всем курсантам учиться 4, 5, 6 мая. А затем могут ехать на 9 мая. Я выбыл, потому что было, видимо, было переохлаждение организма. Может быть, было связано с вирусами какими-то, с африканскими. То есть дело в том, что не установлено. На все провокационные вопросы, заданные мне, попадали ли под радиацию, было ли переохлаждение, было ли удары позвоночником, было ли, в общем, много-много всех этих вопросов. И на все эти вопросы я отвечал, да. Я из перспективного молодого офицера превратился в овощ. То есть обездвижен, был ослеп. Позже память терял. Зрение восстановили. Опорно-двигательный аппарат частично. Игорь Скачков был героем тогда, в Африке, и остается им сейчас, на родине. Талантливый, мудрый, многогранный. Он пишет стихи и песни, завоевывает награды на музыкальных конкурсах, путешествует по миру и отдает частичку себя тем, кто на передовой сегодня. Он возит гуманитарную помощь на Донбасс, общается с детьми, которые не понимают, зачем нужна война. Ребята из Донецка и Луганска называют Игоря Альбертовича глазами ангела. Наверное, потому что в них одновременно море скорби и безграничной любви. Хотя какое-то время я еще жил, да не какое-то время, а, наверное, много лет я еще жил с обидой на государство. Но, слава Богу, я продолжал учиться, образовываться. И в конце концов я понял, что обиду в себе носить нельзя, она разрушает тебя изнутри. И я просто это из себя с благодарностью все это в себе погасил. То есть, и сейчас я уже честно говорю и осознанно произношу Родину свою люблю, Отчизной своей оржусь, государство свое воспитываю своей жизнью, своими поступками. Когда уходят корабли, Причалы плачут в ожидании, На берегу своей судьбы, Ждет каждое светлое создание, Творим под Богом чудеса, И с благодарностью пытаем Кому и сколько и когда Все изобилие Станет раем За многим много пустоты У полноты путь Труден, дорог Спасут в пути меня мечты. Я соткан от любви дороги.